Приветствую вас. Увидел гневный ваш текст на форуме в Курилке, где вы писали о том, что сайт выкачивания денег зашел в профиль, увидел ваш вопрос в области психологии и решил ответить. Вы пишите, много работаю и замдиректора в одной организации. Это хорошо. Хорошо, что вы замдиректора в одной организации, и хорошо, что много работаете. Вопрос в том, для чего и ради чего. Пошла еще и учиться. Отлично. Но вопрос в том, для чего и с какой целью вы себя так нагружаете. Вы пишите, молодой человек, словно маленький ребенок, доставляет больше хлопот, чем плюсов. Здесь Мария взятась только в том, что молодой человек не должен доставлять вам никаких плюсов. Вы либо выбираете человека, который вам подходит, либо оставляете его позади. И все. Больше вариантов нет. Вы пишите, мне 25 лет. Но вы знаете, если вы в 25 лет замдиректора в одной организации, то я могу вас поздравить. Вообще-то говоря. Ничего не хочется, выходных не хватает. Но вообще-то говоря, да, выходных не хватает, если вы много работаете, замдирь директора в организации, плюс еще пошли учиться. Вообще-то да. И либо это все приносит вам удовольствие и наслаждение, сам процесс всего этого, либо происходит эмоциональное выгорание. Цели, которые бодрили меня раньше, уже не кажутся вдохновляющими. Ну, я открою вам небольшой секрет, если позволите, и скажу, что никакие цели не являются вдохновляющими. Почему? Потому что цель, она всегда отдаленна. Цель, она всегда далека. Цель, это всегда что-то такое очень далекое, не всегда понятное, зачастую идеализируемое. Вот что такое цель. От процесса удовольствие нужно получать. Либо вы получаете удовольствие от процесса, либо вы не получаете удовольствия вообще. Так что цели, если они вас вдохновляют, вдохновляют они вас только перспективой того, что будет исполнено. К сожалению. Ни в коем случае не... Сами по себе. Понятно, я надеюсь, о чем идет речь. Дальше. Значит, исправима ли эта ситуация вообще? А надо сказать же, что не совсем понятно, какая именно ситуация исправима вообще. Ситуация с работой, это одно. Это ваша профессиональная сфера. Это карьера. Это отдельный пласт в человеческой жизни. Ваши личные отношения с молодым человеком, это совсем другое. Это другой пласт в человеческой жизни, который разбирается отдельно. Да? Потому что ваше поведение как профессионала, как сотрудника, оно одно. Ваше поведение как женщины, как партнера, это совсем другое. Ваше поведение как женщины, как партнера, это совсем другое. То есть, здесь нужно разбираться, здесь нужно направиться, здесь нужно все-таки более внимательно подходить к этому вопросу. Соответственно, апатия и то, что вам ничего не хочется, а также потеря смысла, потеря жизненного смысла, грубо говоря. Вот это то, что сейчас у вас наблюдается. Это еще один пласт в человеческой жизни, еще один аспект, который также нужно разбирать, который также требуется исследовать и смотреть. Понимаете, какая история здесь? Поэтому мне кажется, мне кажется, что вы сейчас играете в игру, которую можно назвать «Разве это не ужасно?» То есть, у меня все плохо, у меня все плохо, разве это не ужасно? Вот, почитайте об этой игре в интернете. Соответственно, ваш молодой человек, который ведет себя столь плохо, с которого хлопот больше, чем плюсов, да, это отражение вас, это вы, это то, как вы относитесь к себе. Скорее всего, скорее всего, вы сами доставляете себе хлопот больше, чем плюсов. Ну, как бы это, в общем-то, видно, исходя из вашего текста, который вы написали. Ну, как это, опять же, как это видится мне, да? Вот. И, возникает вопрос, а если молодой человек доставляет вам больше хлопот, чем плюсов, как вы говорите, то есть, что вы подразумеваете под плюсами? Во-первых, вообще, во-вторых, почему вы до сих пор с ним? Вряд ли он изменится. Ну, молодой человек, я имею ввиду. Вряд ли. Вряд ли молодой человек станет другим. Понимаете? Ради чего вы с ним? Подумайте об этом. Теперь, теперь, значит, смотрите, как это видится мне. Вы много работаете, вы зам директора, по сути, вы достаточно, получается, карьерно успешны. Ну, или, если не успешны, то хотя бы, как минимум, вы востребованы карьерно. Ваша востребованность карьерная означает, что вы обладаете качествами, которые, ну, вот, зачастую характерны скорее для мужчины. Чем для женщины. В российских реалиях. Ну, именно в российских реалиях. И, возможно, Возможно, Именно по этой причине От мужчины От мужчины Больше Хлопот вам Чем Плюсов. Потому что Мужчина чувствует, что вы его подавляете. Мужчина чувствует, что он с вами запенничает. Мужчина чувствует, что Скорее вы Ну, скорее вы занимаете Мужскую позицию в отношениях С ним Чем он И это вы выбираете себе такого мужчину Слабого, хлопотного и так далее. Почему? Потому что у вас Есть Значит Драйвер Это такая Целевая жизненная установка Которые, которые, ну, которые вы вот Можете следовать Целевая жизненная установка Которая гласит Э, ты должна быть сильной Вот Ты должна быть сильной Ты должна Все уметь Ты должна Постоянно быть Ну, занятой Ты должна постоянно Там На что-то, грубо говоря Ну, тратить свои ресурсы Вот Вот так вот Я думаю Вот И именно По этой причине Именно по этой причине По этим Именно по этим Причинам Вы ничего не хотите Потому что постоянно Должна 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 Надо 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 Постоянно Надо Надо А где хочу? В чем хочу? Я Понимаете? Вот хочу, мне кажется, вы своё подавляете, а все возникают проблемы. Позволите себе быть слабой, позволите себе выходные отдыхать, реорганизируйте своё рабочее время, структурируйте своё свободное время, значит, возможно, освежите свою систему ценностей, которая у вас сейчас имеет место быть, и ситуация, возможно, станет лучше. Правда, с мужчиной вам всё равно всё-таки придётся определиться, скажем так. С мужчиной вам всё-таки придётся определиться, потому что мужчина не поменяется, вы либо будете для него мамой, если вас такие отношения устраивают больше, либо вы станете для него женщиной, станете для него девушкой, но для этого придётся ему самому что-то предпринимать. Ну и, кстати говоря, это вызовет определённое сопротивление с его стороны, скорее всего, потому что не очень нравится, женщина, которой, ну, к которой ты привык, да, ты привык, что она ведёт себя определённым образом, да, ты привык, что она, там, для тебя мамой является, вот, ты к этому привык, а она, есть друг заявляет, что, вот, ты знаешь, дорогой, я, а я больше, там, не собираюсь тебе потакать, да, я больше не собираюсь быть для тебя мамой, мамой, например, вот. Понимаете, то есть это вызовет сопротивление, это вызовет неприятие для, ну, человеком, вот. И вам, конечно же, к этому нужно быть готовым, вот, если вы, ну, действительно хотите ситуацию поменять. В целом, от того, насколько глубоко въелся ваш такой сценарий, вот, ваше такое поведение, ваше отношение к делу, в целом, именно от этого, значит, зависит, как бы, сложность исправления ситуации. То есть, в теории, если у вас просто произошло, как бы, ну, в определенный момент смешение, да, то есть, ну, шли-шли-шли, да, делали-делали-делали, достигали-достигали своих целей, потом просто раз, там, ну, в один момент забыли просто, просто, что для вас важно, что для вас ценно, да, вот, и, соответственно, запутали, вот. То есть, это, конечно, корректируется, вот, это корректируется. Если, конечно, если ситуация посложнее, да, если ситуация посложнее, потяжелее, ну, просто потребует больше времени, ну, и все. А так, я думаю, в принципе, все исправим, вот, ситуация исправим, вопрос в том, что вы готовы для этого делать, понимаете? То есть, если, вот, как вы, например, ну, если, если, как вы, например, написали на форуме, что это грабеж, да, то есть, если вы не готовы оплачивать консультации специалистов, то вам, ну, действительно, лучше с тобой обратиться к очному специалисту, чтобы он вам помог, вот, ну, если вы не доверяете тем специалистам, которые работают здесь, вот. Другое дело, что вы же сами сюда пришли, да, и другое дело, что, например, вот, допустим, я, да, у меня все честно, то есть, у меня есть, как бы, ну, у меня есть цены на мои услуги, и человек выбирает, либо он, ага, либо он соглашается работать со мной, но оплачивает мое время, потому что я бесплатно, например, ответил вот на этот вопрос, да, бесплатно по-рубому, либо не, либо нет, вот, и все, и все, и все, поэтому, вот, а как мне кажется, что у вас еще есть такая проблема, что вы считаете других людей не в порядке, то есть, вы себя считаете в порядке, вот, вам все в порядке, да, то есть, вам все хорошо, вот, а других людей нет. И это, на самом деле, как мне кажется, довольно серьезная проблема, потому что, ну, не очень полезно для вас, если вы других людей считаете не в порядке, вот. а мы с другими людьми в порядке, им все хорошо, и с вами все в порядке. То есть, грубо говоря, что такого плохого вы увидели в том, что люди просят деньги за свою, за свою услугу. То есть, вы праве этими услугами не пользоваться, если хотите, но что плохого в этом вы увидели, почему сразу, почему сразу грабешь, понимаете, вот, когда все честно, честно. По крайней мере, я точно никого не обманываю. Я не знаю, может быть, вы натолкнулись на кого-то, но я точно никого не обманываю, и уверен, что большинство наших специалистов не обманывают никого, так вот. Вот. Нам просто это не нужно. Репутация, она, как бы, знаете, дороже. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Это то, что я могу, ну, то вот, как что я могу ответить на ваш текст, который вы написали. Да? Вот. Ну, исходя именно из того, что вы написали. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!